КИНОЛАЙФ И жестокость к самому финалу модный и обласканный критиками режиссер Йорго Слантимус виртуозно, до жути реконструирует греческую трагедию. А начинается фильм с идиллии, в центре которой жизнь двух врачей. Кардиохирурга Стивена, его играет Колин Фаррелл, офтальмолога Анны, упоительнейшая в этой роли Николь Кидман, и их детей. Сложный, ни на что не похожий фильм. Смотреть обязательно. Иди и смотри. Еще одна картина, которую мне бы хотелось, чтобы вы увидели, это работа Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить 18+. История главы модного дома Рейнольдса Вудкока, одевавшего в 50-е годы английскую королеву и британское высшее общество. Фильм претендует на Оскар в шести номинациях. Лучший фильм, режиссура, мужская и женская роли, саундтрек и костюмы. В главной роли трехкратный обладатель Оскара Дэниел Дэй Льюис, который объявил, кстати, что эта роль будет последней в его кинокарьере. Вот и проверим. Все твои правила, твоя одежда, все эти деньги, все игра. Все было подстроено. Кто? Ты подослана, чтобы испортить не вечер, а, возможно, и всю жизнь. Прекрати. Кинолайф Фильм «Лед 12 плюс» призван вписаться своей романтичностью с большим сердцем во весь постер в неделю Дня Святого Валентина. На самом деле это духоподъемная спортивная мелодрама. Этакие легенды номер 17 «Движение вверх» только про каток, коньки и, конечно, волю к победе. А, да, и про любовь. И еще это мюзикл с ремейками на хиты «Зимфиры», «Богдана Титамира», «Омеги» и много кого еще. Ради роли в этом фильме модный актер Милош Бикович впервые встал на коньки, а Аглая Тарасова, не стоявшая на коньках с детства, снова вспомнила, как это делается. В фильме также снялись Ксения Рапопорт, кстати, настоящая мама Аглая Тарасовой, Ирина Старшинбаум, Мария Аронова. Но настоящее счастье на экране – это Саша Петров, моя самая любимая роль в его кинокарьере на сегодняшний день. Я чувствую силу. Громьте, силу! Силу! Я чувствую силу! Саша! Саша! Единственный человек, с которым ты можешь взять кубок – это я. Американский драматический приключенческий вестерн Скотта Купера «Недруги» 18+. Близится конец войны. Легендарный капитан Блокер получает задание доставить целым и невредимым на родину в Монтану вождя «Желтого ястреба». В роли Джозефа Блокера – Кристиан Бейл, чьи дети, кстати, думают, что их папа – Бэтмен Форева. В роли «Желтого ястреба» – самый известный индейец Голливуда – Уэс Стадик. Фильм «Журналисты 18+,» – неприятная история сексуальной одержимости и шантажа, которая может стоить главному герою его работы, семьи и даже жизни. С Эдрианом Броуди и Ивон Страховский, известный нам по сериалам «Чак», «Декстер». Ну а теперь рассказ «Служанки» в главных ролях. На экраны выходит фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов». Картина вошла в программу «Берлинале», где ее покажут уже в эту субботу. А во вторник в Москве состоялась большая пресс-конференция с создателями. Фильм будет в прокате всего четыре дня, с 1 по 4 марта, я не шучу. Беспрецедентное событие для российского кинематографа. Режиссер называет такой короткий прокат авантюризмом, но исполнительный директор фонда кино Антон Малышев верит в российского зрителя. Просто очень хороший фильм, и мы в него как-то очень верим, хотя вроде бы призваны поддерживать кино для массового зрителя. Я очень надеюсь, что у нас зритель, он меняется и готов уже воспринимать картины Алексея Алексеевича Германа с таким же удовольствием, как «Передвинутых мстителей». Чуть ли не самым сложным было подобрать актера на роль Довлатова. Пробы были долгими, и в итоге роль досталась сербу Милану Маричу. Алексей Германов-Владший рассказывает, как это получилось. Когда он вошел, мы довольно быстро убедились, что вот это Довлатов, что он с прекрасным чувством юмора, что он тонкий, что он обаятельный. Одна проблема, он не говорил по-русски. И тогда мы его поселили в городе Петербурге, потому что печаль какая-то, знаете, появилась. Откармливали его салом и жиром, потому что он очень мускулистый. Пельменями еще там. Пельменями. Он до сих пор их не ест теперь с того времени. Да, 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 у него что-то отказывало. Он прожил, значит, пять месяцев в городе Ленинград, Петербурге. И когда он оказался готов, мы начали снимать. В Довлатове по-настоящему звездный состав. Кроме Милана Марича в фильме снимались Светлана Ходченкова, Данила Козловский, Антон Шагин. Словом, пожелаем фильму удачи на Берлинале и с нетерпением ждем премьеры. Кинолайф. И на этом у меня все. Еще больше о кино на нашем сайте dfm.ru в разделе «Киноновостей» и на странице «Кинолайф», где теперь также удобный виджет с каналом «Кинолайф Телеграм». Заходите и читайте. Ну а главное смотрите. Смотрите хорошее кино. Слушайте ДФМ. Кино. Лайф. Кино. Лайф на ДФМ.